В Казанском федеральном университете исследовали фильтрационные характеристики анизотропных цифровых кернов. Подробнее о цикле работы в нашем следующем сюжете. Тимур Станович, расскажите вообще, что за исследование, какая была продолжительность? Исследование посвящено разработке новой аналитической формулы, которая позволяет предсказать коэффициент абсолютной проницаемости в анизотропных и неоднородных пористых средах. Абсолютная проницаемость – это важная составляющая фильтрационной характеристики пористой среды. Однако измерение данного свойства в лабораторных условиях является трудоемкой задачей. Требуются дорогостоящие оборудования, длительное время проведения эксперимента, а также трудозатраты на подготовку образцов и флюидов. Та разработка, которой мы занимаемся, как раз таки позволяет облегчить и практически избежать данный этап работ, поскольку если мы имеем в наличии какую-то пористую структуру в цифровом ее виде, мы можем численно измерить ее анизотропию, ее неоднородность, ее какие-то остальные свойства. В настоящее время все популярней становится технология цифровой керн, которая направлена на дополнение традиционных лабораторных исследований образцов горных пород богатыми возможностями вычислительного эксперимента. Вот перед вами керн, то есть кусочек пористой среды с реального месторождения Республики Татарстан. В нашем институте есть оборудование, которое называется рентгеновский микротомограф, которое позволяет данной структуре поставить в соответствие некую цифровую модель, которая характеризует распределение пор, характеризует структуру пор. И вот все наши вычислительные эксперименты мы проводим именно на такой цифровой модели порового пространства. Результаты исследования основаны на проведении вычислительных фильтрационных экспериментов на цифровых моделях пористых структур. Скажите, вы работали в команде, вам кто-то помогал? Данные работы проводятся при поддержке профессора заведующего кафедры нашего института Хромченкова Максима Георгиевича. Тимур Закиров также является финалистом ежегодного конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2021». Конечно же, данная работа связана с этим конкурсом, поскольку на конкурс был подан целый цикл работ, написанных на протяжении трех последних лет именно по технологии цифровой кирмы. Продолжительность исследования заняла порядка двух месяцев. При дальнейшей верификации полученной формулы показано, что в 80% случаев она предсказывает абсолютную проницаемость, погрешность которой не превысила 10%. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова